Ну что, дорогие друзья, здравствуйте! Я, наконец-то, сняла видео неделю на тысячу. Почему наконец-то? Потому что я очень долго собиралась для того, чтобы его снять. У меня на канале есть уже несколько предыдущих версий такого выживания, но мне кажется, это будет самое удачное. Сразу хочу отметить, для тех, кто на моём канале первый раз, у меня нет необходимости жить неделю на тысячу рублей. Я могу, в принципе, жить и на чуть-чуть больше, но точно могу отметить, что такие эксперименты очень здорово экономят деньги. Я закупалась в городе Москве, собственно, где и живу, в продуктовом дискаунтере «Да». Не знаю, слышали вы о таком или нет. Для себя я его открыла относительно недавно, и там очень хорошие цены на продукты. Мне они нравятся больше, чем в всяких ошанах, пятёрочках, и всё в этом духе. На 985 рублей я смогла собрать себе полноценную корзину. Хорошо, в общем-то, по-царски питаться все 7 дней. Ни слова больше, давайте же посмотрим, что я ела в течение этой недели. Во-первых, гречка, кабачок, пакет картофеля. Стоил он в два раза дешевле мытого. Здесь всё, это моя форма. Яйца, творог, сыр, ещё один кабачок. Упаковка макарошек. Взяла упаковка сливочного масла 82%. Ещё один творог. На завтрак овсянку. Вместо овощей взяла просто овощную замороженную смесь. Немножечко солёного арахиса, я знаю, у меня будет настроение. Зелень. Один гурец, он был сам дешёвый. Я взяла очень много моркови, у меня с собой не было на этот раз мешков. Морковь я люблю, это очень универсальные овощи, её можно добавлять куда угодно, готовить с её помощью какие-то блюда. Также она хороша как отдельный самостоятельный продукт. Можно сделать с собой перекус, почистив парочку морковок и сделать морковные палочки. Здорово поесть её вечером, когда хочется утолить голод, но при этом не переесть, не съесть ничего лишнего, калорийного. Морковь это прям самое то. И последнее, чем я завершу свою продуктовую корзину на эту неделю, я купила вот такого цыплёнка табака. Он был самый оптимальный по цене и по массе продукта. Ну и, конечно же, вы хотите узнать, во сколько мне всё это дело обошлось. Продукты в магазине, да, взвешиваются на кассе, поэтому стоимость кабачков, картофеля, также арахиса и моркови я узнала только уже непосредственно на тот момент, когда мне их пробили. И уже который эксперимент, я не знаю, как мой глаз-алмаз так срабатывает, но я укладываюсь прямо тютелька в тютельку. На этот раз чек получился на 985 рублей. Покажу вам весь перечень. Вы можете восстановить видео, убедиться, что действительно я вас не обманула. Мне кажется, магазин, да, он самый подходящий для проведения подобных экспериментов, для бюджетных закупок, потому что там всегда, в общем-то, приятные цены. Сыр взяла сметанковый, здесь белка столько же, сколько и жиров. Морковь взяла мытую, потому что немытой там уже не было. Пришлось переплатить, как вы понимаете. Огурец, он стоил 24 рубля. С цыпленком табака, если честно, я немного прогадала. Была написана цена 179,90. Я не обратила внимания, что она указана за килограмм. Цыпленок получился на 256 рублей. Я до этой минуты была уверена, что он стоил 170. Ну да ладно, в любом случае. В общем, я думаю, неделя будет просто супер. Проживем ее с вами и еще продукты останутся. Ну что, первый день эксперимента, время для завтрака. Будем есть кашу. И еще я сразу сварю себе из половинки цыпленка суп. Весь картофель порезан, варится. Я тем временем разделила цыпленка на две части. Одна отправится в суп, а вторую я кину в морозилку. Целая неделя впереди. Можно будет попозже вытащить по куску. Я еще разрублю на две части и уже готовить. Я счистила кожу, а то слишком жирно будет. Не хочу на этот раз добавлять стертую жареную морковь, поэтому просто добавлю овощную смесь. Овсянка готова. Я добавила сюда сливочное масло. Оно уже растопилось. Такой завтрак на сегодня. После этого я отправляюсь на учебу. Конечно же, возьму что-нибудь с собой. Я только пришла домой. Уже, в общем-то, вечер. К сожалению, в первый день ничего не получилось вам показать, потому что утром, когда я собиралась на учебу, кухня была оккупирована моей бабушкой. И было не до художественных съемок. Тем не менее, с собой у меня была отварная гречка и морковь. Морковные палочки. Я обещаю в последующие дни, а я буду все сопровождать соответствующим видеоматериалом. Сейчас я пришла домой. Суп готов. Он меня ждет. И сейчас будем его пробовать. Ну что, друзья, very beautiful суп. Все, как я люблю. Обожаю картофель. Бульоны с картофелем. Это вкусно. Возможно, будет добавка. И все, не вечер. Супа мне хватит на ближайшие несколько дней. Если у меня будет настроение, я смогу сварить еще. А сейчас что-то типа ужина. В общем-то, последнее время, еще до этого эксперимента, я снизила свой колораж. Уменьшила порции, уменьшила количество порций. Поэтому сегодняшний день прошел абсолютно спокойно. Съеда было не так много. И есть особо не хочется. Энергия расходовала немного. Сидела на лекциях. Поэтому очень даже комфортно себя чувствую. На самом деле, косарь – это просто вот столько для недели. И вот я помню, когда первый раз закупалась на тысячу, мне казалось, что это очень мало. Что на эту сумму, ну не то чтобы невозможно, но рацион будет прям очень скудным. Но сейчас, на самом деле, я понимаю, что после недели на 350, а на 500 – это просто кайф. На косарь. Я уверена, еще останутся продукты на следующую неделю. Ну, в общем, посмотрим. Но косарь – это на самом деле просто дохрена. Когда я первый раз проводила этот эксперимент, не видела никакие примеры, какие люди берут продукты. И брала просто все на свое усмотрение, не ставя никаких себе задач в плане правильного питания, поддержания и так далее. Брала всякую дрянь. Сейчас я взяла только нужные продукты. И я, если честно, не нуждаюсь в таком постоянном сумасшедшем разнообразии. Мне достаточно того набора, который я взяла. Эта неделя он такой, следующая неделя можно его немного подкорректировать. Но сейчас я как бы считаю, что первый день прошел прекрасно. Просто прекрасно. Ну, в общем, я, наверное, поем. Встретимся с вами завтра. Доброе утро. Я обожаю дни, когда не к первой паре, сделать себе завтрак в постель. На завтрак у меня сегодня гречка со сливочным маслом, одно целое яйцо. Морковь. Она очень долго ждала. Я также растопила немного сливочного масла. Смешала. Ну, везде, на самом деле, совсем чуть-чуть сливочного масла. Вода и сериал. Только не пишите, пожалуйста, что с таким количеством сливочного масла она не доживет до конца эксперимента. Я, правда, добавляю его совсем-совсем чуть-чуть. Я отправляюсь на учебу. С собой у меня уже заготовлено маркет. Понятно. Будешь? Ты для этого антисептик просила? Да. Ну, я даже не знаю. Ну, ладно. Вот, ребят, на тысячу еще даже угощать людей приятных могу. Да, я даже приходится. Ты мне не разрешила, хочу пулить. Ну что, я дома. Время ужина. Разогреваю себе суп. Еще у меня осталась утренняя гречка. День у меня сегодня прошел отличный, если возвращаться к сегодняшнему дню. Было голодно, конечно, после нескольких часов. Морковка выручила. Надо было сделать больше, потому что ее по-прежнему очень много. Сложнее всего, конечно, отказываться от кофе с собой. Не купить их где-то кофе или какао. Это не очень, конечно. Причем одно дело, когда у тебя нет денег, и ты просто не можешь откупить. А другое дело, когда деньги у тебя есть. Ты это не покупаешь, потому что договорился с собой жить на тысячу, которую уже всю всадил. Сейчас хочется посмотреть еще одну серию сериала и поесть арахис. Лень, что ты мне подсказываешь? У тебя похожее настроение? Ну, знай, арахис достанется сильнейшему. Думаю, вы поняли, про кого я. Пока я отошла на кухню, я все еще смотрю сериал «Собака слила домик». То, что вы сейчас увидите, это сделал полностью Леня. Я к этому не причастна. Ммм, гусиный шашлык. Прикинулся ветошью. Приветик. Носатый дельфин. Не очень, конечно, хорошо я поступаю. Сейчас еще не глубокая ночь, не так, как я люблю. У меня очень поздний ужин. Второй, третий, не знаю, такой поздний. Что мне было немного неловко. Но, тем не менее, углеводы на ночь, это моя страсть. Но углеводы бывают разные, супербыстрые. Бывают не настолько быстрые. В общем, друзья, я не удержалась, я творила себе овсянки. Она как бы без всего. Я даже масла не добавила, потому что сегодня и так. Она присутствовала в достаточном количестве блюд. Но я как бы люблю всякие крупы. И могу их есть абсолютно без всего. На первом месте, конечно, наверное, пшенка и рис. Но овсянка тоже классный вариант. И, в общем, я сейчас съем эту тарелку, досмотрю сериал и буду спать. Это просто тот самый случай, когда хочется вечером чего-то съесть, но при этом ты, типа, не голодный. Ну, будь у меня волей, я бы съела, конечно, что-нибудь другое. Может быть, что-нибудь заказала даже. Что имеем. Мне так и правда крепче спится. И точно не приснятся цыгане. На этом точно с едой все. Спокойной ночи. Ну что, доброе утро. Я уже сделала себе сырники. Выяснилось, что творог надо бы уже спасти весь. Но я использовала только одну пачку. Эти сырники без сахара, без всего. И знаете, о чем я вспомнила? О том, что Яна Александровна этим летом закрутила очень много варенья. Вы не напишите мне ничего, если я чуть-чуть варенья возьму. С этим вареньем это будет праздник моей жизни. Оно такое яблочное. Я его очень люблю. Поэтому давайте сегодня сырники будут с вареньем. Я себе положила три таких больших сырника. Из пачки творога, одного яйца и овсянки у меня получилось еще вот столько. Там на дне еще парочка. Я их как бы положу и в течение дня, наверное, съем. Все было очень просто. Три ингредиента. Еще добавила немножечко воды. Пожарила на сливочном масле. И получилось, по-моему, очень даже замечательно. Ну что же, всем при этом аппетита. Сырники – это, конечно, страсть. Ну что, время обедать. Сегодня будет паста. У меня уже тут жарится кабачок. Варятся макарошки. Сверху посыплю сыром. Фу, ни слова больше, друзья. Увидимся чуть позже. Ну что, ужин. Суп с большим куском курицы. У меня этого супа еще дня на два, наверное. Но я не против. У меня сегодня все еду точно закончено. А вот завтра будем есть что-нибудь новое. На завтрак сегодня омлет. Я взяла три яйца. Желток здесь всего один. В этот раз я нашла им применение. Сейчас буду делать маску для волос. Как раз с этими желтками. Когда раньше делала, эффект мне нравился. Я вспомнила про огурец. Порезала его. Здесь просто смешала яйца, зелень. И сверху добавила сыр. Вот такой замечательный завтрак. Ни слова больше, дорогие друзья. В общем, я не знаю, что с этой маской получится. По рецепту надо было добавить 40 грамм коньяка, 40 грамм воды и два желтка. Все это смешать и оставить на 20 минут. Не знаю, будет ли, конечно, сумасшедший блеск или нет. Узнаем чуть позже. И вот что хотела сказать. Мне кажется, подобные эксперименты или даже если это не эксперимент, а образ жизни недели на ограниченную сумму, кому-то было бы здорово максимально разнообрать свое меню. И каждый день есть новые неповторяющиеся блюда. И тогда вы вместо 3 килограммов морковки берете килограмм моркови, килограмм лука и на оставшиеся деньги там еще каких-то чуть-чуть овощей. Мне же подходит вариант, когда я просто беру в большом количестве не такой большой набор продуктов. Хоть блюдо может быть и повторяется, но при этом мне это нравится, меня это устраивает, мне вкусно. И еще очень важной составляющей всех вот этих движений, в принципе, моей деятельностью на кухне, является тот фактор, что блюда, они должны быть просты в приготовлении. Мало ингредиентов, быстро приготовил, съел, получил удовольствие от всего этого дела. Вы бы купили иной набор продуктов. В том магазине, в котором я закупалась, нет никаких круп на развес, все продается только пачками. Ближайший магазин, в котором можно все купить на развес, это Ашан, до него ехать далеко. Поэтому моя продуктовая корзина в этот раз выглядит вот как-то так. Конечно, если вдруг я захочу сделать эксперимент с максимально разнообразным количеством блюд и ингредиентов, я, наверное, часть закуплю, опять же, в да, потому что здесь, я считаю, все равно самые лучшие цены. А какую-то часть куплю в развес в том же Ашане. Две порции макарон, порцию чечевицы и все в этом духе. Пока как-то так. В общем, сегодня уже какой-то четвертый день. Я не хочу сладкого. Чувствую себя абсолютно спокойно. Надеюсь, доесть уже суп, наконец-то. Доесть его до окончания этого эксперимента. Суп уже разогрет. И он прямо здесь. Наверное, уже и нет смысла его показывать, потому что он, в принципе, ничем особо не отличается от всех предыдущих порций. Так что приятного аппетита! Ну что, у нас время ужина. Тертая морковь, оладьи из кабачков. Кабачок плюс яйцо и гречка. Я сейчас первый раз готовила кабачковое оладье без муки. Здесь в составе только кабачок и яйцо. И, если честно, такой вариант мне нравится больше. Они получились такие более нежные. В общем, все это в комбинации, ребята. Очень вкусно. Отныне буду делать без муки. Так, ну что, воскресное замечательное утро. Я сегодня встала на удивление рано, хотя очень поздно заснула. Все это время, пока я не могла уснуть, я думала о том, что я хочу есть. Я так лежала, анализировала, ну, камон, уже 4 утра. Типа, пойти сейчас поесть и уснуть. Потому что, если бы я поела, я бы уснула сразу, но я бы уснула с полным желудком. В общем, дотерпела, ребята. Воскресенье никуда не нужно. И у меня сегодня опять романтический завтрак в постель. Мне, от меня же. Сделала сырники, как и в прошлый раз, с запасом. Остались еще в контейнере. Бабушкино варенье немножечко. Овсянка. И вода. Ну и, конечно же, мой сериал. Блин, замечательно. Если вдруг кто-то ест, то всем приятного аппетита. И смотрите, как мне здорово пригодился этот поднос. Я все боялась, что я им не воспользуюсь. Сегодня, наконец-то, это свершится. И я доем суп. У мистера Леони сегодня корм. Мистер Леони, как тебе корм? С вами был мистер Леонид. Спасибо. Кстати, я вчера не доела гречку, кабачок. Съем их позже. У меня уже был перекус еще с сырниками. А сейчас суп. Кстати, хочу отметить, что немного курица мистеру собаке тоже перепала. Бон аппетит. Все ему мало. Может, тебе опять на глисты надо проверить уже, а? Ну и что, у меня тем временем ужин. Наконец-то. Уже, на самом деле, хочется побыстрее закончить с едой. Устала есть. Я что-то сегодня... Все, суп меня выбило с колеи. Как я и говорила, гречка, два кабачковых оладушка и еще вот яйцо одно. Все. С едой закончено. До встречи завтра. Шестой день утра. Я уже спасаю морковку. На самом деле, закупила ее прям нужное количество. Это мне на оставшиеся два дня. Сейчас сделаю на завтрак потру. Что-то порежу с собой. Плюс еще завтра возьму с собой на учебу. Ну, в общем, так и получается. Она уже стала немного приходить не в самое лучшее состояние, поэтому почистила всю. Еще достала размораживаться курицу. Как-то так. Ну что, завтрак сегодня. У меня опять морковка. Мне, кстати, такой завтрак вообще не доедает. Очень люблю морковь. Овсянка с сыром. Это просто... Оттаз. Вода. Ну что, пойдемте есть и смотреть сериал. Господи, хоть бы он никогда не закончился. Ну что, завершаем шестой день. Ужином варю картошку, жарю курицу. На самом деле, вообще, прекрасный рацион. Я почему-то постоянно об этом думаю, что обалденный рацион получился на эту неделю. Огромная ляха сейчас куриная. И картохи. Блин, просто праздник. Я ела морковные палочки сегодня, но не весь пакет. Я пила много воды. Вика угостила меня чипсами. Я прям вот так своей колешнёй влезла ей в пакет. Это было просто потрясающе. Мне кажется, колонии на 200 я у неё съела чипсов. После них, кстати, мне очень долго не хотелось есть. И сейчас, в принципе, тоже особо не хочется. Ну ладно, немножечко только если. Вообще, очень редко ем что-либо жареное. На сегодня прям реально настроение просто... Просто вот такое. Картофель я отварила. Сейчас буквально пару минуточек. Просто совсем-совсем чуть-чуть. Наверняка будут вопросы, похудела ли я за эту неделю и так далее. Вес чуть-чуть сдвинулся вниз. Просто за счёт того, что я меньше ем. В обычной повседневной жизни я ем гораздо больше. У меня больше перекусов. Я больше себе позволяю. Дадут как бы, ну вот, всё, что есть, то, собственно, и ешь. Поэтому, хоть я сейчас и в 8 вечера буду есть курицу с картошкой, хоть я там и кашу ела ночью. Ничего. Ничего, никак это в утяжеление не пошло. Меньше приёмов пищи. За свой колораж я не выхожу. Всё очень хорошо. Я чувствую себя хорошо. У меня нет упадка сил. Мне не хочется умереть. Мне не хочется спать. Наоборот, я чувствую прилив. Я не думаю о еде. Блин, я эту курицу, конечно, немного распотрошила. Очищаю её от костей. Запах потрясающий. Жареная картошечка просто муа. Я хоть и в Макдаке ем редко, но сейчас ощущение, как будто я ем какой-то вообще нереальный фастфуд. В плане такой вкусный. Блин, я сейчас на такой расслабон. Я не понимаю, что происходит, но прям вот так хочется сделать. Тем не менее, я сейчас сделаю кабачковые оладьи на завтра. Уберу в контейнер. Они когда полежат, мне кажется, они ещё прикольнее становятся. Блин, ну не смогла я не попробовать. Ну что, друзья, на сегодня с едой точно всё. Я не помню, где на завтрак едят картофель, но сегодня настроение именно такое. Сейчас разобью туда яйцо. Ну что, завтрак готов. Приятного аппетита. Так, ну что, день подходит к концу. За это время я съела все кабачковые оладьи, которые у меня были, и сейчас будем ужинать. У меня здесь макароны, царский кусок курицы. Не сговариваясь с собой, я оставила его на последний день. Закончился огурец. Ну, в общем, как-то так. Неделя прошла супер, всё приятно, и я в восторге. До новых встреч. На этом видео подходит к концу, я надеюсь, оно вам понравилось. Могу сказать, что у меня осталось много гречки, немного сыра, сливочного масла, картофеля. Так, я съела всю курицу, хотя, на самом деле, в последний день я не хотела особо такие есть, но почему-то решила приготовить. Были использованы все кабачки, яйца, но, по сути, осталось только то, что я перечислила. В общем, этим экспериментом я осталась довольна. Может быть, кто-то подчеркнет какие-то идеи для блюд. Мне будет очень приятно, если вы поставите пальцы. Если наша дружба с вами начнется после просмотра этого ролика, пожалуйста, напишите в комментариях плюсик. Мне хочется посмотреть. До новых встреч. Увидимся совсем скоро. Пока.